Господин Логинский, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вопрос о полномочиях российского ведения является вопросом относительно нашего самоуважения. Уважаем ли мы организацию, уважаем ли мы базовые принципы, на которых создавался Совет Европы? Во время присоединения к Совету Европы Россия взяла обязательство соблюдать общее положение, общее обязательство по уставу Совет Европы, согласно которым, я цитирую, мир, опирающийся на международное сотрудничество, имеет жизненно важное значение. Тем не менее, за последние годы Ассамбле неоднократно упрекала Российскую Федерацию в нарушении суверенитета соседних государств, начиная с балтийских государств и завершая агрессивным конфликтом в Молдове и Грузии. При этом Россия пытается доказать сегодня, что право силы, это право, превышающее норму права. Речь идет о жизнеспособности самого Совета Европы. Мы прощали им боевые действия во Приднестровье, они перешли в Грузию. Мы простили им действия в Абхазии, они анниксировали Крым и ввели боеположение в Донбассе. Готова ли вы к тому, что Украина станет следующей такой площадкой? Россия идет поиск предлогов для обхода положения устава Совета Европы. Она разрушает Совет Европы и разрушает саму суть его существования. Готовы ли мы ввести санкции против агрессора? Речь идет о самих основах послевоенного порядка. Во многих нормах международного права говорится о том, что не только жертвы агрессии, но и любой член международного сообщества может и должен призывать к ответственности агрессора. Именно это Европейский Союз, США, Канада, Австралия, Япония и многие другие страны делают сегодня. Совет Европы не может не просоединиться к голосу цивилизованного мира. Я думаю, что Совет Европы является частью этого мира. В этой связи мы хотели бы напомнить о том, что говорила Ангела Меркель в своем обращении к нации. Нет никакого сомнения в том, что мир безопасности в Европе возможен только с Россией, а не против России. Не может быть вопроса о том, что Европа согласится с законом джунглей, где сильнейший попирает международное право. Мы не можем с этим согласиться, и мы не приемлем этого. Просьба помнить об этом и не вносить закон джунглей в Совет Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова